Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и сегодня в нашем обзоре бинокли из серии Weber Classic. Поехали! Друзья, компания Weber является российским производителем оптической техники и уже давно представлена на нашем рынке. До недавнего времени компания выпускала в основном бюджетные бинокли и телескопы, но с недавних пор данная ситуация изменилась, сильно расширился модельный ряд бренда, вышло множество новых линеек, поэтому, друзья, мы обязательно будем следить за обновлениями в ассортименте данного бренда. Но сегодня в нашем обзоре полевые бинокли из бюджетной линейки Weber Classic. Друзья, давайте переместимся к одному из этих приборов поближе и посмотрим на них поподробнее. Итак, друзья, перед нами бинокль Weber Classic BPSH-C7x35. Как следует из его маркировки, буква Ш в номиновании говорит об использовании широкоугольных окуляров, которые, по идее, должны увеличивать поле зрения данного прибора по сравнению с аналогичными моделями, но без таких окуляров. К счастью, в линейке Classic есть модели с аналогичными характеристиками, с обычными окулярами, очень будет интересно сравнить их параметры, но об этом чуть позже. Маркировка 7x35 говорит нам о том, что бинокль имеет семикратное увеличение и диаметр главной линзы, то есть объективов 35 мм. Итак, друзья, начнем с того, что в линейке Weber Classic огромное количество моделей. Отличаются они между собой различными характеристиками. Во-первых, это материал отделки корпуса. Корпуса всех приборов данной линейки выполнены из металла, а вот отделка может быть в двух вариантах. Это либо обрезиненное покрытие, либо покрытие под кожу. В зависимости от этого английская маркировка будет отличаться. Либо VR, где буква R означает rubber, то есть резина, или VL, где буква L означает leather, то есть кожа. Обрезиненные приборы поставляются в нескольких вариантах расцветки. Это может быть черный цвет, серый, как в нашем случае, или камуфляж. Кроме того, некоторые модели оборудуются широкоугольными окулярами, о которых мы упомянули чуть выше. По характеристикам модельный ряд также очень впечатляет. Давайте кратко перечислим доступные приборы. Первое число будет говорить нам об увеличении, а второе о диаметре объектива. Итак, в серии Weber Classic содержатся следующие варианты. 8х30, 7х35, 8х40, 7х50, 10х50, 12х50, 15х50, 16х50, 20х50, 20х60 и 30х60. Последние два прибора комплектуются огромными 60-миллиметровыми объективами, но при этом увеличение у них также очень высокое. Друзья, кстати, напомним, что все приборы с кратностью выше 15 производители рекомендуют устанавливать на штатив. Кстати, как раз таки в нашем приборе под центральной заглушкой имеется резьба для установки его на штатив. Собственно, как и у всех моделей в данной серии. Очень интересно, что приборы с широкоугольными окулярами зачастую не имеют аналогов с такими же характеристиками, но с обычными окулярами. Исключение составляет как раз таки наша модель 7х35, которая бывает и в первом, и во втором варианте. В чем же практическое отличие в широкоугольных окулярах? Давайте посмотрим по характеристикам. Итак, обычный бинокль с обычными окулярами 7х35 серии Weber Classic имеет поле зрения 8 градусов. Наш же бинокль BPSH-C имеет поле зрения 8,5 градусов. То есть выигрыш может быть по цифрам и несущественный, но в практическом плане это достаточно большая разница. Так как другие бинокли широкоугольными окулярами внутри данной линейки сравнить с обычными аналогами не получится, давайте попробуем сравнить их с биноклями другого производителя. Друзья, я думаю ни для кого не секрет, что бинокли Weber Classic BPC в чем-то пытаются копировать более известные приборы старожилы оптического рынка, а именно бинокли COMPS BPC от Казанского оптикомеханического завода. Особенно это видно по биноклям с отделкой под кожу. Если мы сравним бинокли данных производителей с аналогичными характеристиками, например модели 15 на 50, мы поймем, что Weber BPSH-C имеет поле зрения 4,3 градуса, а бинокли COMPS 4,5 градуса, то есть даже чуть выше. Факт использования таких окуляров может никак не сказаться на выигрыше в угле обзора. Вес приборов также сильно разнится от модели к модели. Самые маленькие бинокли 8 на 30 имеют вес 550 грамм, наша модель из сегодняшнего обзора 7 на 35 имеет вес 680 грамм, ну а самые большие приборы линейки, например 20, 60 и 30 на 60, весят по 830 грамм. В целом же, друзья, я думаю из такого большого ассортимента каждый из вас сможет подобрать бинокль именно под свои нужды. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим об особенностях всех моделей на примере прибора 7 на 35. Итак, друзья, все приборы Weber Classic это классические пылевые бинокли с использованием стандартных Power Prism, то есть здесь мы имеем дело с характерным изгибом между окулярами и объективами, из-за этого габариты прибора могут по ширине быть несколько неудобными. Благодаря резиновому покрытию или покрытию из кожзама все приборы данной линейки имеют пыли и влагозащиту, то есть ими можно пользоваться в дождь, снег и во время пылевых бурь приборы будут герметичны. Однако, ронять в воду их не рекомендуется, потому как водозащитой эти приборы не обладают, и вы, скорее всего, испортите бинокль. Все приборы имеют центральную фокусировку, которая осуществляется за счет данного барабана. Также есть диоптрийная подстройка на правом окуляре, которая необходима в том случае, если у вас разная сила зрения на левом и правом глазу. Линзы данного прибора, как нам говорит производитель, выполнены из высококачественного стекла марки БАК-4 с многослойным просветляющим покрытием. Об этом свидетельствует и надпись на заглушке на самом бинокле. Но судить о качестве изображения, которое выдает такое стекло, мы сможем в ходе теста, который обязательно будет, но чуть позже. Также большим плюсом бинокля Вебер является то, что все приборы от завода имеют индивидуальную юстировку, о чем свидетельствует наклейка на корпусе. В нашем случае юстировку производил мастер Горячев. Здесь даже есть его подпись, есть какая-то печать. Друзья, посмотрим во время теста, насколько хорошо данный мастер произвел юстировку этого бинокля. Напомним, юстировка нужна для того, чтобы изображение не двоилось в левом и правом глазу. Правильно настроенный бинокль дает единое изображение и отлично передает картинку, не напрягая глаза. В комплекте с данным биноклем вы найдете все самое необходимое, а именно чехол из плотного тканевого материала с наплечным ремешком, а также манжеты для одевания на пояс с несколькими отделениями внутри, которые надежно застегиваются на пластиковые замки, салфетку из микрофибры для протирки линз, а также ремешок для самого бинокля, для того, чтобы его удобно было носить на шее. Ну а теперь перейдем непосредственно к тестированию данного прибора. Итак, перед нами изображение из окуляра-бинокля Weber Classic BP-SHC 7х35. Область, за которой мы наблюдаем, находится на расстоянии порядка 100 метров от нас, и благодаря 7-кратному увеличению прибора, мы видим ее так, как если бы находились всего в 14 метрах при просмотре невооруженным глазом. Несмотря на выбранный способ съемки камеры через окуляр, который априори ухудшает качество картинки, сразу хочется отметить весьма достойный уровень передачи изображения, что особенно приятно, учитывая, что данный прибор относится к бюджетному сегменту. Юстировка также выполнена достаточно качественно, однако мы советуем все же убедиться в этом самостоятельно перед покупкой приборов Weber. Пожалуй, единственным заметным недостатком является размытие по краям поля зрения. Во всем остальном же картинка только радует. А вот так выглядит область, за которой мы наблюдали без какого-либо увеличения. Что ж, друзья, в ходе нашего теста только подтвердилось, бинокли Weber Classic действительно обладают выдающимися характеристиками. Отличное качество картинки использования оптики марки Bug 4, в то время как конкуренты в данном ценовом сегменте используют стекло чуть ниже классом BK7. Все это присутствует у данных моделей, и их не стыдно рекомендовать к покупке. Друзья, как же выбрать необходимый бинокль из такого широкого модельного ряда? Давайте, пожалуй, отсортируем приборы по размерам, а он у нас зависит от диаметра объектива, и по увеличению. Если вам нужен прибор, который вы всегда сможете взять с собой, обратите внимание на бинокли с диаметром объектива 30, 35 и 40 мм. Это весьма небольшие малогабаритные приборы, которые порадуют вас своим качеством. Друзья, если вы ищете обзорный бинокль, обратите внимание на модели с небольшим увеличением 7, 8, 10 крат. Они будут иметь наибольший угол обзора, а также прекрасно подойдут для наблюдения за протяженными панорамами. Если же вы ищете прибор для наблюдения за сильно отдаленными объектами, то обратите внимание на модели с большими объективами и с высокой кратностью. Друзья, только не забывайте, что чем выше кратность, тем темнее картинка. Поэтому наблюдать в такие модели в условиях недостаточной освещенности, например, в сумерках при высокой облачности или ночью, не получится. С этим придется смириться. Также не забывайте, что модели с высокой кратностью свыше 15 рекомендуется устанавливать на штатив или хотя бы наблюдать с дополнительным упором. Например, когда вы наблюдаете в прибор, уприте локти в какую-то твердую поверхность, тем самым вы снизите поражение картинки и нагрузку на ваше зрение. Друзья, на этом все. Я думаю, вам было интересно. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, а также нажмите на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Если у вас есть какие-то комментарии, пожелания по тематикам будущих видео или вопросы, обязательно оставляйте все это в комментариях под видео. Мы будем смотреть, будем делиться друг с другом информацией. Всем пока!